Я очень рада, что смелые люди, которые рискнули сегодня сюда приехать, сейчас находятся здесь на свободе. Я надеюсь, что мы и закончим в таком же составе. Ассоциация независимых депутатов провела экстренный съезд через неделю после разгона и задержаний на форуме независимых депутатов. И хотя место проведения этого съезда до последнего держалось в секрете, одним из первых его посетили люди, представившиеся сотрудниками спецслужб. Как вы видите, не все пришли, да, люди боятся, и это нормально, потому что уже в 10 утра пришли сотрудники в штатском, предъявили корочки, это, скорее всего, сотрудники отдела, которые спрашивали что-то у владельцев, но владельцы, собственно говоря, нам разрешили прийти. Сейчас вот, я не знаю, видите, не видите, вот там закрытые жалюзи, вот за этими закрытыми жалюзи сидят некие люди, которые как раз предъявляют удостоверение. Нам они не представляются, договора у них никакого нет, но вот сидят и ждут. Что будет, мы не знаем, но здесь важно показать то, что мы прям абсолютно официальные, независимые мероприятия, которые ничего не нарушают. Надо показать власти, что мы, муниципальные депутаты, можем собираться и общаться между собой совершенно спокойно в нашем городе. В итоге люди, представившиеся сотрудниками спецслужб, покинули помещение, не дожидаясь окончания мероприятия. На прощание они перекинулись несколькими словами с депутатами, стоявшими на улице. Ну и сами ребята, вот эти вот, ну не ребята, эти люди, сотрудники, ведут себя совершенно по-хамски, нагло. Здесь депутаты собрались, мы представители народа. Вот те, которые, видите, вот эти люди ходят, я депутат Донского района, они выбрали меня, чтобы я представлял их интересы. И когда приходят сотрудники силовых структур и начинают вести себя совершенно по-хамски, вот так вот с таким, такой менторским тоном, как это допустимо, конечно, это невозможно. А что они сказали? Как вот, ну, при... Слушайте, ну, они ведут себя нагло. Вот что такое наглость? Совершенно самая беспредельная наглость. Вот это вот, вот этого полицейского, в данном случае, не хочу сказать государства, еще, надеюсь, нет. Но вот этого представителей полиции. В программе съезда были назначены изменения в уставе, расширяющие деятельность ассоциации до федерального уровня и прием в ее ряды депутатов из любых регионов. Принятие призыва к гражданам, активнее участвовать в выборах во всех возможных ролях и некоторые другие бюрократические моменты. Но главной целью, похоже, было дать своеобразный ответ на задержание депутатов недельной давности. Мы приняли по горячим следам заявление в поддержку всех задержанных и, по сути, назвали происходящее политическим террором в стране, потому что третий месяц происходит облавы на муниципальных депутатов, их ловят дома, на советах депутатов. Депутатов МГД, там, Митрохина, Янгалычева задерживают у дома на встречах с избирателями. По результатам этого мы решили собрать внеочередное заседание съезда Ассоциации независимых депутатов, чтобы, во-первых, обсудить текущую ситуацию и попробовать внести правки, потому что в этой ситуации, я считаю, что мы должны стоять не рядом друг с другом, а стоять вместе, чтобы у нас была какая-то общая горизонтальная сеть, где мы сможем общаться, как мы, московские депутаты, как региональные депутаты из других городов, от Владивостока до Калининграда. Это сейчас реальность, тем более, что я думаю, что до выборов, которые ожидают нас в сентябре, это будет происходить примерно со всеми такими мероприятиями. Мы можем ожидать каких-то уголовных дел в отношении каких-то отдельных лиц. Ну и вообще в целом, похоже, как бы принято какое-то решение где-то там, не очень понятно где, у всех какие-то разные на это. Поэтому на этот счет источники информации, но то ли силовики захватили управление внутренней политикой, то ли политика сама решила действовать жестче, но, в общем, как бы очевидно, что баланс какой-то хрупкий, который все-таки был, он нарушен в сторону запрета всякой несанкционированной сверху деятельности. Вопреки ожиданиям участников съезда, никаких задержаний не последовало. Мероприятие благополучно завершилось. 13 марта сотрудники полиции пришли на форум «Муниципальная Россия», организованный движением «Объединенные демократы» в московской гостинице Измайлова, и задержали 193 человека, почти всех участников мероприятия. В отношении многих из них были составлены протоколы об участии в деятельности нежелательной организации. Никита Татарский, Артур Давлетшин, Радио «Свобода» Москва.